всем привет с вами алекс канал берега обработаем с картами смотрим прогноз погоды на ближайшие дни и делаю так это клизма начинаем с частоты воздуха и видим немножко стало потише здесь в калифорнии видать там все выгорело вот но еще остается здесь в айдах вот монтана и даже канада здесь подсоединилась в знак солидарности вот так все это здесь в южной америке давайте посмотрим но здесь тоже очаг есть на границе бразилии получается боливии и парагвая такое треугольничек из трех земель вот плюс там еще полевые бури ну вот это вот то что мы вчера рассматривали а кстати оказалось извержение вулкана не уроконга да это подтвердились то есть там опять лаза длавое озеро сформировался и а то есть ведь какие довольно чувствительные карты потому что смотрите вот эта пальма она прям даже и не видно здесь ну там ветер дует еще сюда сейчас северный получается но как бы не особо видно хорошо в европе все тихо все спокойно сейчас воздух хороший везде практически во всей европе здесь на севере сибири что-то там продолжает палить в иркутской области тоже до в якутии здесь только пара очагов осталось рядом с вилюйском на видно что температура уже пошли в минус хотя якутск еще держится еще держится плюс 3 но вот это вот какая-то вот зона просто я даже не понимаю что это она растет в размерах видно и вот прямо такая циркуляционная становится да все больше и больше во всех направлениях как бы растет это вот здесь штормит сейчас находится как раз рядом с охотском вот энергетический кризис сегодня объявили но вчера точнее но как говорится видно что задымление там продолжается не знаю что там делают но пока здесь виден циклон который подходит к японии тайфунчик и банкок банкок обратите внимание второй день подряд здесь прям такое тоже какое-то задымление непонятное но для больших этих мегаполисов то есть это ожидаемое явление так давай теперь посмотрим какие у нас дожди грозы происходит вот сейчас циклон находится подходит к южной швеции как раз между швеции и данией вот и дальше наверно пойдет сюда в сторону балтийского моря и вот здесь еще один циклон сейчас великобританию захватил и на своим хвостом сам он находится сюда к западу а хвост к великобритании и вот от прибалтики до адриатического моря вот такой вот еще хвостец идет ну короткая полоса осадка в общем там ничего такого нет вчера этот хвост у нас тут просто ветер задувал там дожди какие-то срывались но никаких сверхъестественных ситуациях говорить не приходится и на кавказе смотрите опять портится погода опять горах снегопад и там дождик может быть в восточной европе хорошая погода сейчас стоит правда утром даже на юге ростовской области представляете были минусовые температуры и даже там обморозились машины и не прям на стеклах машина вот этот охлаждение до кроссовской области это уже близко к 45 широте где-то 46 47 широта ну вот и думаете сентябрь еще кстати последний день сегодня сентября вот норильска антония ганю такая полоса из снегов она очень-то на таймыре тоже уже зима пришла долги прохладно восточной сибири в иркутке всего плюс 2 вот при этом западной сибири гораздо теплее здесь сибирске плюс 4 по 1 плюс 7 пока нет вообще плюс 10 хотя в горах здесь тоже снегопада происходит ну и вот сам основной сейчас на дальнем востоке получается уже да в приморье вокруг охотского моря здесь вот такая вот система со снегом на севере да на юге дождик так что магаданской области готовьтесь к прихода ну вот видно тайфун да скорее всего он по касательной но черканет по японии и вот еще одна такая грозовая система в районе желтого моря сформировалась и кстати смотрите резкого упала активность гроз вообще в китае про мгновенно как выключили смотрите вот буквально пару дней до этого было все вот как сейчас в индии там в индокитае сейчас смотрите какие-то там отдельные эпизоды и только вот по побережьем здесь грозы интересно да ну вот смотрите прошел как я говорил прошел абсолютно индию этот циклон и вышел здесь рядом с карачами сейчас и набирает силу и может еще кому-нибудь заехать и вот этот более слабый циклончик непонятно хватит ли него сил как у его предшественника но идет он тем же самым путем по той же самой дорожке получается гроза здесь в индонезии папуа нормально на востоке австралии вот мельбурн смотреть сюда циклон пришел землетрясения были если даже циклон пришел плюс там еще и социальные потрясения были вот вчера смотрел мужик пошел покурить и вы прям схватили мордой в асфальт вот он говорит постойте постойте у меня там эта маска вот здесь вот в поясной сумочке но и никто его слушать не стал на деле наручники увезли нормально я мог бы вас понять если бы сказали да это там единичный случай никто не знает чего он тому что он преступник туда-сюда я уже видел десятки за последний месяц здесь не оба десятки одних и тех же эпизодов с разными людьми естественно так что вы думаете вот здесь на юго-западе австралии в общем-то в биринговом море аляски извините австралия на слуху в биринговом море вот здесь вот у нас осадки сильные на западе канада это уже сильные осадки происходят с центры здесь такая полоса непогоды но и на востоке здесь традиционно вот на великих равнинах здесь был вынос тепла и теперь он соответственно перепады возникает между холодным воздухом отсюда видно да там температура 78 4 градуса и здесь вот за 20 градусов соответственно этой границе и возникает грозовые системы ну и вот этот ураган сэм видно что никому не угрожает как и прогнозировалось не прошел не дошел чуть-чуть до карибов вот и идет сейчас на северо-запад так но до сша он вряд ли дает в южная в юар смотрите сильные грозы прям по центру да тоже может там что-нибудь состояться но это традиционно в акваториальной зоне у нас тоже угроза происходит так ну что давайте посмотреть ночные что у нас там какие события произойдут ну вот он идет на северо-запад сэм до авто смотрите здесь аж практически от гренландии такая узкая полоска до юга мексики писать сколько тысяч километров непрерывная линия осадков вот вот циклона здесь атакуют западную европу на кавказе непогода здесь снежок сибири на алтай стремится попасть и кстати вот этот тайфун подходит к японии подходит да вот как раз в район столицы японии все-таки черканет ее ну вот здесь магаданской области мы видим тоже непогоду ну и два циклончика которые проходят через индию смотрим теперь завтра днем примерно все так же будет здесь же в западной европе небольшие проблемы кавказ сибири ну и вот здесь в районе магадана да видно как тайфун сейчас проходит японии то есть японии надо выносить предупреждение все-таки побережье коснется коснется никуда им не деться от этого так давай теперь посмотрим давление давление видно что в европе сейчас высокое давление во всей авазии низкая вот такой вот но и отлично видны все эти ураганы тайфуны циклоны завтра но здесь начнется вторжение со стороны западной европы так примерно раз расклад одинаковый и 9 октября здесь вот по северу то есть рядом с морями здесь низкое давление получается а на самом континенте довольно-таки высокое давление и вот здесь на юге китая какой-то тайфун судя по всему прогнозируется так давай теперь температуру засмотрим температуру видно вот восточный сибирь с байкали и вот особенно якутия с чукоткой здесь погружаются в зиму во все но вот сюда пытаются также как-то на урал закрепиться на западе сша мы уже обсуждали да видно хорошо как проникает туда морозец а но сейчас вот ночные температуры которые будут сегодня ну видно что в восточную европу кстати не пойдет мороз у нас становится как раз на урале казахстан но естественно там сибири будет но в европу как-то он идти не хочет вот потому что не особо нравится видать ему еще пока там и завтра видно что даже немножко отбросит как бы на восток но все равно имейте ввиду что на следующей неделе будет обратное явление будет штурм как раз вот восточной сибири она упадет там температура за минус 10 пойдет вот так смотрим это уже 9 октября здесь кстати видно что западные ветра такие сформироваются и его начинает сдувать с европы довольно-таки теплый воздух смотрите заходит с африки засасывает и доходит до сибири то есть мороз начинает немножко отбрасываться в сторону чукотки хотя давайте посмотрим что там утром до происходит а вот по утрам вот видно что в западной сибири но видно что все равно хорошо отбрасывается хотя кое-где конечно ночью морозит возможно но в целом тенденция вот такая наблюдается ну а с вами был алекс канал берлаб же отличного упражнения